Отдыхать и расслабляться по методике Монте-Сори теперь будут в доме-интернате забота. На базе учреждения открылась сенсорная комната. Помещение предназначено для преодоления детьми психологических проблем. О том, что собой представляет комната и как она работает, расскажет Зумбруд Гамидова. На первый взгляд, эта комната выглядит как игровая. В действительности же все наоборот. Каремула из бассейна с шарами не вылезает. Ни один объект в сенсорной комнате не вызывает у мальчика столько восторга. Тут одновременно и массаж, и релаксация, да и просто детская улыбка. Здесь все журчит, звучит, переливается, помогает забыть страхи и успокаивает. Все это дети воспринимают как игру. По мнению же специалистов, сеансы в 20 минут оказывают ощутимый эффект. Я привожу сюда детей для тех, кому нужна психологическая разгрузка. И для чего стимулировать их звукоподражание? Ну, привожу их именно для этого, что это шум воды, там шум природы, все звуки природы здесь послушать мы даем детям. Я как логопед привожу детей для этого в эту комнату, для того, чтобы они много, ну, многие из этих детей зажатые, которые не понимают. Вот чисто со своей стороны я привожу детей расслабиться сюда. Комната разделена на две зоны – для активности и для расслабления. Таким образом, психолог может заниматься с детьми, у которых диагностировали абсолютно разные отклонения. Благодаря именно вот этим сенсорным материалам мы развиваем их высшие психические функции – внимание, мышление, память. Многим ребятам, чтобы настроиться на рабочий процесс, нужна определенная подготовка. После занятий в таких специальных условиях детям проще адаптироваться и поверить в себя. Крутишь большую, ты молодец. Потом какая идёт? Вот следующая. Какого цвета? Силёный. Силёный, да. Простыми движениями рук из обычного песка получаются орнаменты. Несколько новых штрихов, и картинка оживляется сказочными фигурами. Этот цветовой стол для рисования способствует развитию воображения ребёнка. На наших окончаниях пальцев находятся нервные окончания, которые идут и непосредственно дают эти ощущения в мозг. Находится рядом с речевой зоной, поэтому мы развиваем больше мелкую моторику, чтобы вызвать речь. Этот ребёнок сам по себе не говорящий, а это ему даёт какие-то активные ощущения, которые ему нужны. Необходимость приобретения такого оборудования назрела давно. На создание комнаты ушло около 300 тысяч рублей. Деньги на проект пожертвовал благотворительный фонд «Территория добра». Эта комната нам была очень нужна, потому что дети проводят здесь индивидуально с ними занимаются, и групповые занятия. И каждый ребёнок, приходя в эту комнату, получает какое-то релаксирующее действие. Конечно, он ждёт занятий с психологом в этой комнате. И, естественно, есть уже какая-то динамика. Благодаря сенсорной комнате детские игры стали одним из способов лечения, развития и преодоления психологических проблем. В такой обстановке особенным детям проще адаптироваться.